А зачем мне стать христианином, если у меня будут только проблемы в жизни? Итак, Павел был больной или Павел был бессмертный? И поэтому у Павла была персональная охрана сатаны. Тему, которую я сегодня выбрал, называется «Кто дал Павлу жало в воде?» И тему я это взял по той причине, потому что были вопросы на эту тему. И сегодня это в принципе будет... Тема более школьного характера опять. И так, добро пожаловать в Божий класс. Мы будем учиться, что он будет нам сегодня открывать. Итак, кто дал Павлу жало в плоти? Если мы говорим об исцелении, то мы в основном, как бы у нас есть такая отговорка, Павел тоже болел. И поэтому, если Павел болел, то значит и не вредно нам поболеть. И поэтому у нас сегодня в принципе встает главный вопрос. На все ли есть воля Божия? И так, родные, в принципе мы хотим как раз дать ответ на этот вопрос сегодня. Я записал здесь пару таких важных аргументов, которые люди говорят, да? Я записал здесь пару таких важных аргументов, которые люди говорят, да? Потому что это именно главный момент. Когда мы говорим об исцелении, то сразу говорят, «Бог дал Павлу жало в плоти». И Бог сделал его больным. Павел был больным. Павел не был исцелен Богом. Дальше как бы идет, если глубже начинаешь, да? Ну как? Там же оправдание. Павел старался верить при отисцелении, но не был исцелен. И дальше, если мы смотрим, да? Павел был такой великий муж Божий, но Бог не исцелил его. То тогда кто мы таким, что Бог исцелит нас? И так, родные, мы понимаем, что у нас проблема, да? Мы как бы ищем оправдание. Мы как бы ищем оправдание, оправдание для того, что мы болеем. И я сегодня хочу посмотреть вместе с вами, правда это, что Павел болел. Но важно для меня не то, что разобраться в том, болел Павел или нет. Для меня просто важно то, чтобы как бы убрать из нас это неверное учение и просто показать нам, что Бог хочет, чтобы мы были здоровые, мы были успешные, мы были благословенные. Понимаете? И мы рассмотрим на эту тему вторую коринфянам с 12 главы 7 по 10 стих. Я прочитаю сейчас первый этот отрывок, Мерита прочитает, и потом мы будем о нем говорить, да? И чтобы я не зазнавался тем, что получил такие великие откровения, дано мне жало в тело ангел сатаны, чтобы мучить меня. Я три раза умолял Господа избавить меня от этого, но он отвечал мне достаточно для тебя моей благодати, ведь сила моя больше всего проявляется в слабости. Поэтому я хвалюсь с такой радостью своей слабостью, чтобы во мне была сила Христа. Поэтому я доволен и слабостями, и скорбями, и нуждами, и преследованиями, и трудностями, переносимыми мною ради Христа. Потому что когда я слаб, тогда я силен. Я лезу сейчас 2. Коринда 12, 7-10. Анимация 3. Коринда 12, 8-11. Итак, родные, я подчеркнул важные слова в этом тексте. Здесь написано, что Павел говорит «мне, Дана, жало в плоть», «жало в тело» — перевод, который здесь в Новый Русский, в синодальном стоит «жало в плоть». Потом Павел говорит о слабостях, это «немощи» тоже в другом переводе. И поэтому у нас как бы здесь, если мы начинаем читать, то как бы состается мнение, что у Павла была проблема, которую он не мог решить. И если мы читаем дальше, то Павел как бы просил Бога избавить его от этой проблемы. Но Бог сказал тебе достаточно моей благодати, которую я тебе дал. Итак, живи со своей проблемой. И поэтому у нас как бы создалось это учение, да, или эта мысль, да, что Павел все-таки не получил то, что просил у Бога. И поэтому сегодня будет наша задача посмотреть на этот текст, чтобы понять, правильно мы его сейчас так прочитали или все-таки неправильно. Я вам уже как-то показывал, да, как надо читать тексты, задавать вопросы. Потому что если мы задаем вопросы к тексту, мы порой получаем большие ответы от этого. Или порой другие ответы, которые мы ожидали перед этим. И мы сегодня просто посмотрим, что мы из этого текста можем понять. И так, Павел был больной или Павел был бессмертный? Такой смелый вопрос. И теперь вопрос. Второй Коринфянам 11.30 стоит интересный тоже стих. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощу моей. Вы знаете, есть очень много людей, которые, именно верующие, которые хвалятся своими проблемами. Да, и поэтому даже можно сказать, люди, которые далеки от Бога, они как бы, может, говорят, а зачем мне стать христианином, если у меня будут только проблемы в жизни? Если я буду болеть, то какой мне смысл приходить к такому Богу? И поэтому стоит здесь вопрос вообще, о какой немощи Павел пишется. Чем вообще здесь Павел хвалится? И мы просто читаем стихи до этого, до 30 стиха. Мы сейчас прочитали 30 стих. И мы прочитаем отрывок с 23 по 25 стих. И мы прочитаем отрывок с 23 по 25 стих. И мы прочитаем отрывок с 23 по 25 стих. И когда мы много текстов читаем, нам надо сначала разобраться, да? Что же там написано? Давайте мы посмотрим, что там написано. Итак, я выявил то, что главное было в этом тексте для меня. Может, для вас другое. Что же Павел здесь описывает? Что он говорит? Где он был? Павел здесь описывает, говорит, Я был в трудах, в ранах, боле в темницах и многократно при смерти. Как у Павла жизнь? Хорошая была? Очень хорошая жизнь. Он просто старался именно лезть в проблемы. Труды, раны, темницы. Дункель, шmerzen. При смерти быть. Потом он начинает перечислять, что же еще было очень сильно в нем, как бы осталось в памяти. И здесь написано пять раз по 39 ударов. Вы знаете, почему 39 ударов? Вы знаете, почему 39 ударов не для того, чтобы убить человека? Вы знаете, что 39 ударов не для того, чтобы убить человека? А наоборот, из-за того, чтобы мучить человека. Можно как бы сказать, ну да, мы только 39, потому что мы все-таки добрые. Но 39, потому что мы особенно гадкие. Почему? Потому что я тебя оставляю на выживание. Я тебя оставляю на мучение. От 39 ударов человеку надо было очень долго отходить. Люди, просто даже большинство людей, не выживали. И так это говорит, что еще один удар, и ты умирешь сразу. А они делают наоборот, один удар меньше. И ты будешь, может, месяц, может, два, может, три месяца мучиться. А потом умрешь. В принципе, это еще хуже 39, чем 40. И Павел говорит, я это перенес пять раз. Вы понимаете, этот текст не так просто прочитать. Когда мы начинаем понимать, что там написано, то это не просто строчка. А это мучение, это громадное мучение, которое Павел перенес. Дальше он говорит, три раза был избитым палками. Дальше он говорит, дри раза был избитым палками. Здесь палки, если перевести, как-то перевод не совсем точный. Это были железные дубины. Если ты начнешь избивать, то что получается с человеком? Ну там не гладят, да? Там может быть мясо, там может быть переломаные кости. Они не гладили, они избивали. Я не знаю, что было с Павлом после этих побоев. Это был, наверное, не кулак, родные. Просто ударить кулаком. Дальше пишет, это еще не все для Павла. Однажды побили камнями. Даже эта честь была Павлу дана. На эту тему мы поговорим еще больше. За этим тема reden wir später noch mehr. Три раза Павел находился в кораблекрушении. Три раза он пережил кораблекрушение, родные. Дри шеф-брюки hat er überlebt. И дальше он перечисляет и говорит, один раз я целую ночь и целый день пробыл в глубине морской. Und weiter sagt er, einmal verbrachte ich eine ganze Nacht und einen Tag auf dem Meer treibend. Как вы думаете, родные, у Павла был шанс умереть? Was glaubt ihr, hatte Павла eine Chance gehabt zu sterben? Или у Павла был шанс иметь какую-нибудь болезнь? Oder hat er irgendeine Chance gehabt, irgendeine Krankheit zu haben? Мне кажется, было, да? Ich glaube, ja. Мне кажется, у него хватало шансов просто попрощаться и сказать, я пошел домой к папочке. Er hat genug Möglichkeiten gehabt, einfach zu sagen, so, ciao, ich gehe jetzt nach oben zu meinem Vater. Хорошо. Читаем дальше. Деяние 14 глава, 19 по 20 стих. Lesen wir weiter. Однако иудеи, которые пришли из Антиохии и Иконии, склонили толпу на свою сторону, Павла побили камнями и вывели за город, думая, что он уже мертв. Выволокли, извиняюсь. Но когда ученики собрались вокруг него, он поднялся и пошел обратно в город. На следующий день они с Варнавой ушли в Дервию. Итак, родные, здесь очень интересная вещь. В этом стихе, опять, нам надо работать с текстом. Иудеи, которые пришли из Антиохии и Иконии, они пришли в Люстру, потому что Павел находился там. В Листре. В Листре. И что они сделали? И что они сделали? Они возбудили народ против Павла. И поэтому народ побил Павла камнями. И поэтому он был встанут. Интересно то, что перед этим этот же народ хотел им принести жертву, Павлу и Варнаве. Интересно то, что он говорил, что к нам сошли боги. Потому что они говорили, что к нам сошли боги. Итак, мы замечаем здесь, что Павла побили камнями. Мы видим, что Павел был уничтожен, и что они подумали, или уже решили, или уже решили, что он уже мертв, что он уже мертв, что он был мертв. Вы решите, как хотите. Но если люди дикие, просто по толпе, если они дикие, то они бьют хорошенько. Да, там уже, я не знаю, сколько раз после того, как он лежал на земле, летели камни в него. И поэтому я сделал этот заголовок, родные. Павел был только больной, или Павел был бессмертный. Мы привыкли цепляться за какое-то слово, которое мы не поняли. И вообще даже неправильно поняли. Мы сейчас увидим, что мы неправильно его поняли. Но там столько много слов, которые описывают, насколько великий Бог, насколько много чудес Бог сотворил с Павлом. И мы их как-то игнорируем. Здесь говорятся такие вещи, что творилось с Павлом, и это как бы нам проходит мимо ушей. Но какая-то болезнь была у Павла, от которой он не мог исцелиться. Вот Павел только о ней не говорит. Потому что он в немощи и смирении идет перед Богом. Это просто парадокс у нас, иногда как мы читаем Библию. Это говорит о том, что мы, люди, привыкли смотреть на плохое, фильтрировать плохое, а как бы выключать хорошее, которое написано в тексте. Я хочу просто привести один пример на этот момент. Если тебе кто-то подарит 500 евро, то твоя радость будет, о, как классно, о, как хорошо. Ты пойдешь и скажешь ему, спасибо, ты подарил мне 500 евро. Но если у тебя сваруют 100 евро, О, ты будешь злой. О, ты будешь злой. О, меня обворовали. Ах, этот негодяй. О, с этим негодяем, не имею ничего общего. О, он украл у меня. Он меня обманул, он плохой человек. Будешь ты так говорить о том, который 500 евро тебе дал? Именно так старательно. Он дал мне 500 евро. Посмотрите на этого человека. Какой он хороший человек. Он так хорошо. Нет, мы всегда плохое намного сильнее воспринимаем в нашей жизни. И плохое намного дольше запоминаем в нашей жизни. Даже если этот же самый человек, тебе один раз даст 500 евро, А потом вдруг, в следующий момент, как бы, может даже не заметив, у тебя заберет 100 евро. То ты забудешь, что он дал тебе 500 евро. Но на всю жизнь запомнишь, что он забрал у тебя 100 евро. Вот это наша человеческая психология родная. И поэтому мы замечаем здесь, что то, что стоит в Библии, мы порой не читаем, а читаем то, что мы хотим читать. Давайте мы посмотрим, что же здесь было. Здесь вот находится Антиохия. Я сейчас карту увеличу. Здесь находится Икония. Здесь находится Люстра. И здесь находится Дерба. Вот здесь внизу у меня есть, как бы, масштаб карты. И здесь мы посмотрим, что вот это расстроение между Люстра и Дерба примерно 100 километров. Может даже чуть больше. Может быть чуть меньше. Давайте мы оставим 50 километров. Чтобы нам не преувеличивать. Я просто хочу вам что-то показать. Вот это вот это расстояние. Отсюда и отсюда Антиохия и Икония пришли люди сюда. В Антиохии и Иконии пришли люди сюда. Чтобы оклеветать Павла. И поэтому он был побит камнями. И интересно то, что Павел сделал на следующий день, когда он был побит камнями. Я просто хочу задать те вопросы, если тебя попили камнями. Я просто сам для себя представь себе. В тебя летят камни. Сколько ты будешь лежать и отходить? Полгода. Смотря куда попали камни. А вообще куда бросали камни? Ну по ногам, чтобы не так больно было. Вообще люди противные. Это звери. Они куда кидают? В голову. Они кидают в голову. Они кидают туда, где самое больное. Они кидают туда, где самое больное. Итак, родные, Павел встает и идет в следующий город проповедовать. Мы сейчас поговорим об этом дальше. Но я хочу сейчас просто еще раз вернуться к 2 Коринфянам 11.30. Павел говорит, если мне должно хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Павел говорит, если я себя любит, то я хочу меня кидают в моем университете. Родные, чем здесь хвалится Павел? Вомит лобит Павел, или вомит гибет он? Он хвалится тем, что его побивали камнями. Нет, родные, просто дальше чуть-чуть подумайте, да? Меня побили камнями. Я лежу на кровати. Я лежу на кровати. И говорю, о, меня побили. Он говорит, о, я буду geschlagen. Это я хвалюсь? Любе я? Нет, да. Рюме я mich damit, also... Другой, который пришел ко мне, он скажет, да, тебя побили камнями. Комит, и он говорит, да, ты будешь geschlagen. Слава Богу, брат, ради Христа пострадал. Für Готт hast du gelitten. Это хвала, родные? Это не хвала. Это не хвала. Это более можно сказать, ну тебе досталось, бедняга. Eigentlich könnte man sagen, ты arme, э, сау. Да? Чем здесь хвалится Павел Роне? Комит, и он говорит, что здесь хвалится Павел Роне? Все люди, которые видели его, что он побиты камнями. Все люди, которые видели его, что он побиты камнями. Он встает и говорит, ну да, побили камнями. Он стоит auf и говорит, да, я буду geschlagen, geht schon. Вот это хвала, не правда? Это есть, да, он может сказать, а у меня уже пару раз, ну и кнутом по 39 раз. Он говорит, да, я уже 39 раз. Вот когда вот это, тогда люди смотрят, думают, он что, он, ой, извиняюсь, он бессмертный? И так, что здесь Павел говорит? Понимаете, родные, что здесь Павел говорит? Павел выражает тем, что его убить не могут. И поэтому он говорит немощь. Немощь, это слово, можно по-другому перевести. Мы сегодня понимаем, что немощь для нас это что-то плохое, и мы больные. Мы находимся в этом и хвалимся этим. Это слово переводится здесь больше в том смысле, что он говорит, посмотрите, что я пережил и как я из этой проблемы вышел. Сколько много сегодня людей просто хотят быть больными? Люди даже говорят, да, вот у меня здесь что-то плохо, но это как у Павла там, да, жало в плоть. То для меня вопрос встает. Ты как Павел написал половину Нового Завета? Ты как Павел создал пару церквей, ходя пешком, а не на машине ездишь. Бист ты как Павел, который ganz viele Kirchen aufgebaut hat, не на машине ездишь. И ты сейчас выражаешь, что у тебя жало в плоте? Нет, ты просто говоришь, насколько ты бедный. Нет, ты просто говоришь, насколько ты неверующий человек. И насколько ты неверующий человек. Потому что если у меня что-то болит, то я знаю, что у меня еще есть возможность расти в вере. Потому что я знаю, что Бог еще есть потенциал в моей жизни приходить в славу. И так Павел здесь не хвалился своими проблемами. Он хвалился здесь тем, насколько сильно действовала Божья благодать в его жизни. Аминь. Идем дальше, работаем, родные. Девушки отдыхают. Ворачиваемся в 12 главу, 7 стих. Итак, здесь написано. И чтобы я не заосновался тем, что получил такие великолепные откровения, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, чтобы мучить меня. 2. Корунта, 7 стих. Итак, родные. И что же теперь может быть жало в плоти Павла? Как вы думаете, Павел, который перенес столько много болезней, мог он вообще мучиться какой-то болезнью? После того, что я сейчас здесь в тексте прочитал, я не верю в то, что Павел имел какую-то болезнь, от которой он не мог исцелиться. Может, некоторые сейчас скажут, ты еще не прочитал Галатам? Я прочитаю Галатам. Понимаете, родные, но здесь что-то Павел говорит. И что же он теперь говорит? Давай мы все-таки посмотрим дальше в текст. А не будем пробовать что-то туда вкладывать, что там не стоит. Что же было жало в плоти Павла? Это был ангел Сатаны. Родные, может быть, ангел Сатаны от Бога? Родные, как может быть ангел Сатаны от Бога? Это представьте себе, например, две бизнес-компании. Ставьте две бизнес-фирмы. Враждующие перед собой. Они не хотят. Они пробуют одна другой что-то сделать. И теперь я говорю в той компании кому-то, рабочему. Говорю, ты теперь будешь работать на меня. Это парадокс, не правда? Это парадокс. Он скажет, извини. У меня другой господин. Мне другой платит деньги. Мне зальт я другой das Geld. Понимаете? А теперь здесь вдруг Бог. У него не хватает своих сил. Он нуждается в ангел Сатаны. Он подходит к Сатане и говорит, слушай. Ну мы там договариваемся еще. Ну дай мне твоего ангела. У меня таких вредных нету. У меня только святые. У меня там есть люди, которые плохо обо мне думают. И я им прошу хорошего ангела. Вы понимаете? Это парадокс. Это парадокс. Это не geht. Нет. Жало было дано вплоть. От кого? Нет. Дорн и флеша были от вема. Если стоит здесь ангел Сатаны, то кто послал этого ангела Павлу в плоть? Это не мог послать Бог. Мы посмотрим еще другие местописания на эту тему. Это было 100% от Сатаны. Это были люди, которые служили Сатане. Это были 100% от Сатаны, которые повиновались его, его приказам. И что же было за задача у этого ангела? И какой задача у этого ангела? Чтобы мучить Павла. Чтобы Павла. И так, родные, кто был Павел? Павел был настолько велик, что весь ад его знал. Нет, не только небо. Его знал весь ад. И поэтому я говорю, если я как верующий говорю, что у меня жало Сатаны. И если я как верующий человек, то здесь простой вопрос. А насколько тебя знает Ад? И там есть вопрос, как сильно я тебя знаю? Насколько ты... Ад боится тебя? Насколько ты опасен для Ада? Как сильно ты опасен для Ада? Или же у тебя сегодня воскресенье. Я Божье дитя. Или сегодня с Санатой. Сегодня будешь ты ребенка Бога. А всю неделю ты слуга Ада. И последующая неделя будешь ты рабочий. А воровать. Наклеветать. Клаун. Наругать. Шимфы. Вот это я. Да, родные? Такого, за таким Сатане наблюдать не надо. Павел был у него проблемой. Везде, где Павел шел. Везде, куда Павел приходил. Проигровал Сатана свою территорию. И поэтому у Павла была персональная охрана Сатаны. Везде, куда Павел шел, везде за ним следовал Сатана. Нет, вы не думайте, что Сатана везде сейчас есть. Это тоже лжеучение. Бог везде есть, но не Сатана. Это в Библии это нигде не стоит. Это steht нигде не в Библии. Но возле Павла он всегда был. Но в Павла он всегда был. И мы когда читали, я специально вам сказал, посмотрите, евреи пришли из Антиохии. Deshalb, als мы их лезем, habe я их экстра gesagt, schaut, die юны, которые были из Антиохии. Служители Сатаны сразу идут за Павлом. Как только Павел начинает свою работу, строит новую церковь, сразу же Сатана приходит и начинает там вредничать. Вот в чем проблема этого стиха. Вот как проявлялся ангел Сатаны. Итак, он проявлялся через людей родные, да? И теперь следующий вопрос. И Павел говорит, я три раза молил Господа избавить меня от этого. Почему? Потому что он говорит, Бог, они просто мучают меня. Они просто развивают то, что я делаю. Они, может, обворяют меня. Они обманывают, настраивают людей против меня. Они belügen mich и хetzen die Menschen gegen mich. А Бог говорит, Павел, а кем ты был? И Бог sagt, Павел, а кем ты был? Понимаете, родные? А представь, Павел, если бы я тебя убил, потому что ты был слугой Сатаны. Стел dir vor, я буду dich töten, weil ты ein ботер des Сатans warst. А теперь вопрос для тебя, Павел. Und jetzt die Frage an dich. Как я могу убить этих людей? Wie kann ich die Menschen töten? Потому что они сейчас служат Сатане. Weil sie jetzt dem Сатан dienen. А может, они завтра будут служить мне. Aber vielleicht dienen sie morgen schon mir. И даже если нет. Und selbst wenn nicht. Я умер за них. Ich bin für sie gestorben. Я проил кровь мою за них. Ich habe mein Blut für sie gegossen. Эти люди распинали и меня. Diese Menschen haben auch mich gesteinigt. Поэтому страдаешь не только ты сейчас. И я страдал от этих людей. Deshalb bist du nicht der Einzige, der jetzt leidet. Auch ich habe wegen den Menschen gelitten. Я тебе хочу что-то показать, Павел. Ich möchte dir etwas zeigen. Достаточно для тебя моей благодати. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Он говорит, я тебе дал намного больше. Er sagt, ich habe dir viel mehr gegeben. Потому что сила моя лучше всего проявляется где? Weil meine Stärke und meine Kraft sich wurden am stärksten zeigt. В слабости. In der Schwäche. В проблемах. In Problemen. Эти люди делают тебе плохо. Diese Menschen tun dir etwas Schlechtes. Но у тебя есть мое слово, что я стою всегда за тобой. Aber du hast mein Wort, dass ich immer hinter dir stehe. У меня есть, у тебя есть мое слово, что ты всегда будешь выходить победителем. Du hast mein Wort, dass du immer als Sieger hervorgehen wirst. Как вы думаете, на эту тему разобрать этот стих или понять его? Wie denkt ihr darüber, diesen Vers zu verstehen? Это нас мотивирует намного больше. Das motiviert uns viel mehr. Это говорит о том, что Павел, в принципе, не имел проблем справляться с любыми проблемами. Er sagt aus, dass Paul keine Probleme hatte mit allen Problemen klarzukommen. Потому что Бог ему каждый раз говорит, Павел, ну подожди, я не могу убрать эту проблему. Это служители сатаны. Weil Gott ihm sagt, Paulus, ich kann diese Probleme nicht von dir packen, weil das die Diener des Satans sind. Но то, что я могу, то я даю тебе. Aber das, was ich kann, das gebe ich dir. Вы понимаете, Петр говорит, денег у нас нету, когда он подходит к хромому, да, или слепому. Он говорит, но то, что у нас есть, мы даем, встань и ходи. Петру sagt, wir haben kein Geld, wenn er jetzt zu Armen oder kranken Leuten geht. Он sagt, aber das, was ich geben kann, ist, steh auf und geh. Он дает еще намного больше, er gibt noch viel mehr, чем то, что мог дать мир. Als das, was die Welt geben könnte. И поэтому, Павел говорит, поэтому я доволен и слабостями, что и приводится немощами, и скорбями, и нуждами. Он говорит, я смирился, что мне надо это переживать в моей жизни. Он перестроил самого себя. И поэтому он и говорит, Павел поэтому говорит, всегда благодарите. Почему? Опять-таки верующие говорят, побили меня. Спасибо тебе, Иисус, меня побили. Die Gläubigen sagen wieder, ich wurde geschlagen. Danke, Gott, dass ich geschlagen wurde. А неверующие говорят, что-то с ними то. Der Ungläubige sagt, irgendwas ist mit ihnen falsch. Понимаете? А поэтому есть не то, потому что не поняли. Deshalb ist es auch falsch, weil sie das nicht verstanden haben. Я благодарю, потому что я знаю, что пусть я сегодня понес урон, но Бог, который за мной, он сильнее того, который сегодня против меня. Was ist uran? Niederlage. Ach so. Deshalb sagt man auch, okay, heute kann ich vielleicht eine Niederlage erlebt haben, aber Gott ist viel stärker, und das, was er hat, ist besser für mich. Und deshalb in dem Moment, der Niederlage, danke ich Gott dafür, für den Sieg, den er im Himmel schon für mich bereitgestellt hat. Das Problem mit den Augen. Следующая теория, мы говорили об этом, я обязательно вам тоже покажу. Проблема с глазами. Верная или неверная теория? Das Problem mit den Augen. Richtige oder falsche teorie? Давайте посмотрим здесь. У Павла была болезнь, которую Бог отказал исцелять. Следственно, мы не можем рассчитывать на исцеление от всех болезней. Мы это уже читали до этого. Wir haben das schon mal gelesen. Paulus hatte eine Krankheit, die Gott nicht heilen wollte. Deshalb können wir nicht erwarten, dass wir von allen krankheiten geheilt werden. Это опять-таки люди говорят, это наша вера, родные. Da sagen die Menschen wieder, das ist unser Glaube. Мы начинаем соглашаться с нашими проблемами и говорим, это наша судьба. Wir fangen an uns damit zu befreunden und sagen, das ist unsere... Но это неверное учение. Aber das ist ein неверное учение? Falsche leere. Falsche leere. Да, родные, это неверное учение, потому что Библия всегда говорит о том, что Бог хочет тебя исцелить. Das ist eine falsche leere, weil die Bibel sagt immer, dass Gott dich heilen möchte. Люди начинают как бы приписывать Павлу какую-то болезнь. Die Menschen fangen an, Paulus eine krankheit zuzuschreiben. Есть на причине Галатам там один стих есть, мы его будем читать. Und im Vers Galata da gibt es ein Vers. Вернее, даже два стиха. Zwei Vers. И здесь как бы по этой причине люди сказали, у Павла была древняя арамейская болезнь, глаз, из-за которой глаза у него слезились, опухали и причиняли ему страдания. Und anhand dieser zwei Vers sagen, die Menschen, Paulus litt an einer alten aramäischen augenkrankheit, die dazu führte, dass seine Augen треinten und anschwollen und ihm leiden bereiteten. Давайте мы посмотрим эти стихи. Schauen wir uns diese Vers an. Галатам 4, 13, 15. Галатам 4, 13, 15. Знаете, что хотя и в немощи плоти благовесовала вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего воплоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса, как вы были блажены. свидетельства о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Родные, что здесь такое? Мы здесь как бы видим параллель, да, к Коринфянам. И мы говорим, о, вот видишь, Павел там писал о немощи плоти. Мы видим здесь параллель к Коринфянам, где Павел тоже пишет о немощи плоти. И в Галатах пишет Павел тоже о немощи плоти. Вот видишь, и теперь мы замечаем, что же было за болезнью Павла. Да, здесь они даже говорят, да, он говорит, вы готовы были мне дать ваши глаза. Да, вы меня приняли полностью как бы безуроженным, да, некрасивым. И поэтому он как бы благодарит Галатам за это. Но, родные, что здесь написано? Абе ва штеет hier? Вот это мы опять вдруг не читаем. Это лезем мы плоти нечьмяр. Это был только в первый раз Павел в таком состоянии у них. Паулус ва нурцем эрсен мал ин визин цустан дот. Это не была его стандартная оптика. Он выглядел по-другому. Он выглядел по-другому. Но в этот первый раз, когда он пришел к ним, то у него по правде были какие-то шрамы на теле. И здесь вот этот стих, он как бы говорит, вы бы как бы готовы были отдать ваши глаза для меня. И в последний раз он говорит, что вы были готовы отдать ваши глаза для меня. Давайте мы посмотрим, что написано в Диане 14 глава. Мы это уже читали, просто мы сейчас читали с 19 по 20, а теперь 20 и 21. Но когда ученики собрались вокруг него, он поднялся и пошел обратно в город. На следующий день они с Варнавой ушли в Дервию. Они возвещали радостную весть в этом городе и приобрели много учеников. Затем они возвратились в Листру, Иконию и Антиохию. Doch als die gläubigen ihn umringten, stand er auf und kehrte in die Stadt zurück. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Nachdem sie die Botschaft in Derbe verkündet und viele Menschen zu jüngern gemacht hatten, kehrten Paulus und Barnabas wieder nach Lystra, Иконien und Антиохия in Pisidian zurück. Перед тем, как объяснять вот этот стих, bevor ich diesen Vers erkläre, вот эта здесь заметка, где были города Икония, Листра и Derbe? Они входили в область, которая называлась Галатией. И вы понимаете, родные, если Павел пишет Галатам, то Павел описывает именно вот эту ситуацию в его жизни. Это он пошел, когда его побили камнями, пошел его туда проповедовать. И здесь не стоит, что Павел пришел в Дербию и там сперва полгода отходил. Они сразу стали проповедовать дальше. Вот наша Галатия. И вот мы видим, что Павел из люстры идет в Дербию. И потом ворачивается и идет опять назад в люстру, там, где его побили камнями. И идет в Иконию, откуда евреи пришли, чтобы настроить народ против него. И идет оттуда в Антиохию, откуда опять евреи пришли, чтобы напасть на Павел. И так, во-первых, Павел никого не боится. И во-вторых, он не боится болезни. И во-вторых, он не боится болезни. Или можно по-другому сказать, он не преклоняется пред болезнью. Сила болезни не действует в теле Павла. В чем же тогда проблема в Галатах, когда он это говорит? Давайте мы посмотрим пару переводов. Галатах 6.11 Это следующий стих, я сказал, там два стиха есть. Синодальный перевод переводит так. Видите, как много написал я вам своею рукою. Новый русский перевод говорит, взгляните на эти большие буквы, теперь я пишу вам своей собственной рукою. И следующий современный перевод говорит, теперь я пишу вам собственной рукою, видите эти большие буквы. Интересно, не правда? В принципе, в оригинале здесь это слово не переводится как большие буквы. А это слово переводится, что много. Это слово переводится в множестве. Если мы открываем следующие места Библии, то вдруг там это слово описывает количество, а не большое что-то. А здесь вдруг как бы перевод поставили и говорят, большие буквы Павел писал. Наверное, он был слепой. Понимаете? И здесь проблема в переводе. И мы видим, что чем современнее перевод, тем даже как бы грубее ошибки. Да? Я просто удивился сегодня с равной. Я смотрю, в Синодальном даже еще здесь правильно написано. Много. Много написал вам. Это Павел говорит, я вам написал большое послание. Да? Вот что Павел пишет. А переводы говорят, ну, наверное, там были проблемы с глазами, то, наверное, это слово обозначает большие буквы. Наверное, до этого писали. Да? Это просто теории. Да? Возникать я их знаю, поэтому учил. Да, наверное, до этого писал секретарь Павла, а вот здесь вдруг написал Павел. Вот я пишу вам. Ну, извини, зачем? Да? Зачем вкладывать то, что здесь даже в тексте не стоит? Это ты просто оправдываешь твое неверие. В немецком все переводы, все переводы сейчас, да, написано, что большими буквами. Это просто поразительно, родные. Да? Представьте, следующее поколение не будет разбираться в Библии, у них даже не будет возможности как бы сравнить свою веру. Они всегда говорят, ну, да, у Павла же были проблемы с глазами, значит, вот это и получилось. Да? Он сам писал там на один лист одну букву, потом следующий лист. Нет, болезни у него не было. Наоборот, он был здоровый в своем уме и написал целое послание. Много букв своей собственной рукой он писал это послание. Понимаете? Вот что Павел говорит. Я вам это письмо написал сам. Я взял это время, да, и написал вам это письмо сам. Вот что Павел говорит. Jetzt kurz auf Deutsch. Hier haben wir ein riesen Problem mit der Übersetzung. Im Original steht hier mit großen Buchstaben, aber im Original steht nicht mit großen Buchstaben, sondern mit vielen Worten, mit vielen Buchstaben. Und wenn man jetzt übersetzt und sagt mit großen Buchstaben, dann heißt es, ja, dass Paulus blind war, dass er keine Kraft hatte, vernünftig zu schreiben, nichts gesehen hat und deswegen hat er einen Abschnitt mit großen Buchstaben geschrieben. Das stimmt aber nicht, weil hier schreibt Paulus ganz klar, ich habe mir die Zeit genommen für euch mit vielen Buchstaben, also mit ganz viel Inhalt vernünftig alles zu beschreiben. Das ist der Unterschied. Хорошо, родные? И теперь мы дальше в следующую проблему посмотрим. Опять 2 Коринфянам 12,7 стих. Я опять-таки переведу это на немецкий, чтобы Эмилита здесь не мучится. Смотрите опять, здесь в русском новый перевод, что здесь написано? «Мне ведь Бог, мне ведь были такие откровения, и потому, чтобы я не заносился, не превозносился, Бог дал мне занозу в тело». Вы представляете? Это Библия. Мы читаем Библию. И здесь уже интерпретация своего понимания, я не понял правильно тексты священного Писания, оригинал, и что я делаю? Я вписываю в текст Библии и говорю, «Бог дал мне занозу в тело». В оригинале это стоит? Не стоит. А зачем я тогда вкладываю то, что там не стоит, в перевод в Библию? Понимаете? И здесь конкретно стоит, «Бог дал мне занозу в тело, и мы прочитали». Ну да, там же стоит. Нет, там не стоит. Там стоит, что ангел сатаны. Да? Он меня колотит, чтобы я не заносился. Извините, родные. Понимаете? Вот в чем у нас появляются проблемы. Когда мы не работаем с текстом, начинаем верить каким-то неправильным пониманием, и вдруг начинаем еще при этом всем переводить Библию. Да? А потом другие читают, «Ну стоит же Библия? Стоит Библия, значит верим Библии». Нет, не всему верим. Потому что мы должны проверять, что написано. Понимаете? И в немецком точно так же, родные, да? Стоит просто перевод. «Hat Gott mir einen Stachel ins Fleisch gegeben?» «Ein Engel des Satans?» Или «Bog дал мне», да? Или «Gott selbst dafür gesorgt?» «Сам Бог позаботился об этом». Это, мол, Бог все дал, а потом Бог сказал, чтобы ты сильно там не летал на облаках, такой гордый, я как бы тебя предохраню. Нет, не в том дело. Бог дал Павлу еще намного больше. Но Павел пишет и говорит, «Я не могу вам передать это, потому что вы в это не верите». Вот в чем проблема, родные. Хорошо? Итак, коротко по-немецки. Hier sehen wir genau dasselbe Problem, auch wieder mit Interpretation in den Urtext hinein. Im Urtext steht nicht, «Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich Stachel ins Fleisch habe». Und hier steht genauso, «Hat Gott mir einen Stachel ins Fleisch gegeben?» Im Urtext steht nicht, dass Gott den Stachel ins Fleisch gegeben hat. Im Urtext steht ganz klar geschrieben, «Ja, dass er ein Stachel hatte, aber nicht von Gott. Okay? Итак, родные, для меня сегодня просто важно, чтобы мы поняли, да? Jetzt kannst du wieder übersetzen. Для меня важно, чтобы мы поняли, родные, что болезнь у Павла не была болезнью от Бога. Dass die Krankheit bei Paulus keine Krankheit von Gott war. И по-другому даже, у Павла не было болезни. Und anders gesehen, Paulus hatte keine Krankheit. И он просил здесь не о том, чтобы Бог его освободил от болезни, und er hat hier nicht darum gebeten, dass Gott ihn von der Krankheit befreit. А Павел просил Бога, чтобы он как бы освободил его от этих людей, которые его всегда преследовали. Er bat Gott darum, ihn von den Menschen zu befreien, die ihn jedes Mal wieder verfolgten. Но Бог объяснил ему, говорит, «Павел, это ты просишь много!» Потому что он говорит, убрать сегодня одного человека, weil du sagst, heute einen Menschen zu beseitigen. Ангел Сатаны завтра найдет другого слугу. Der Сатан findet morgen einen neuen Дiener. А послезавтра будет третий. Und übermorgen kommt der dritte. И тогда мне придется просто убивать одного за другим. Und ich muss dann einen nach den anderen töten. И он говорит, «Я не могу!» Und er sagt, «Ich kann das nicht!» Вот в чем проблема текста. Das ist das Problem von diesem Text. И поэтому сегодня просто говорит, что у Павла была какая-то болезнь. Und deshalb heute einfach zu sagen, dass Paulus eine Krankheit hatte. Und deshalb есть воля Бога на это, что и я болею. Und deshalb ist der wille Gottes, dass auch ich krank bin. Говорит неправильно. Das stimmt nicht. Das sollte man nicht sagen. А посмотреть в текст и посмотреть, насколько Бог действовал в Павле. Aber in den Text anzusehen und zu schauen, wie viel Gott in Paulus gewirkt hat. Посмотреть, насколько сильно он действовал в Павле. Zu sehen, wie stark Gott in Paulus gewirkt hat. Родные, насколько сильно он благословлял его во всех болезнях. Um zu sehen, wie sehr er ihn gesegnet hat in allen krankheiten. Насколько много он исцелял его. Wie oft er ihn geheilt hat. Это мы можем здесь увидеть в тексте. Das sehen wir hier in diesem Text sehr gut. И это должно нас мотивировать. Und das sollte uns motivieren. Понимаете? Versteht ihr? Мы можем сказать, Бог, ты действовал в Павле. Wir können sagen, Gott, du hast in Paulus gewirkt. Его убивали. Er wurde getötet. Его избивали. Er wurde geschlagen. Да? Он был в множестве проблемах. Er hatte unglaublich viele проблемы gehabt. Но везде ты был рядом с ним. Aber du warst überall neben ihm. Und deshalb glaube ich daran, dass du auch mit mir bist. Und deshalb glaube ich daran, dass du Paulus rettet hast. Und du wirst auch mich retten und gesund machen. So wie Paulus aufgestanden ist und weitergegangen ist, so werde ich auch aufstehen und weitergehen. Das ist der Glaube, der mich motiviert, wenn ich diese verstehe. Aber wenn ich sie nicht verstehe, dann werden ausgerechnet diese Texte mich umbringen. Хорошо, родные, wir верen в исцеление. Wir glauben an die Heilung. Wir haben jetzt ein Problem weniger, nicht zu glauben. Wir sehen, dass Gottes Wille immer der ist, um einen Menschen zu heilen. Und nicht nur heilen, sondern komplett zu segnen. Paulus hat vor der Regierung gepredigt. Er war ein sehr bekannter Mensch. Warum? Weil Gott an seiner Seite war. Und von der anderen Seite geht er und sammelt das Holz ein, um das ins Feuer zu werfen. Und er wird von einer Schlange gemessen. Und alle sagen, er stirbt gleich. Aber er stirbt nicht. Was glaubt ihr? Wahrscheinlich standen da die Menschen und sagen, es ist wahrscheinlich keine giftige Schlange gewesen. Nein, die Menschen wussten, was das für eine Schlange ist. Sie wussten sogar auf die Minute genau, wie lange er noch zu leben hat und wann er umkippt. Und als es nicht passiert ist, dann haben sie eine Frage bekommen. Warum stirbt er nicht? Was ist das für ein Mensch? Zuerst haben sie gesagt, das ist ein Verbrecher. Z корабle освободился und hier hast du gleich das nächste Problem. Und dann sagt er nein. Sagen sie, nein, das ist kein Verbrecher. Wer wird der verherrlicht? Gott wird dadurch Paulus verherrlicht. Und so, wann wird Gott in deinem Leben verherrlicht oder durch dein Leben? Wenn du an einem Auge siehst. Wenn du kein Arm mehr hast. Nein. Gott wird проявляt in deinem Leben wenn du etwas nicht hast. Gott wird durch dich verherrlicht, wenn du etwas nicht hattest und dann plötzlich bekommst du es. Und deshalb werden wir einfach dieses Gebet zu etwas Besonderem machen. Ich möchte einfach zurufen, dass wir in uns den Glauben aktivieren. Ja? Просто Probleme, die dich jetzt quälen. zu sagen, Gott, ich nehme jetzt in dieser Minute deine Heilung dazu an. Probleme другие какие-то у тебя есть. Просто я принимаю решение этих проблем во имя твоего, Иисус. Ich nehme die Lösung der Probleme in deinem Namen an, Jesus. Und ihr werdet sehen, dass Gott anfängt zu wirken, aber ihr müsst dem Glauben wirken. Ich kann allein von meinem Leben sehr viele Zeugnisse davon abgeben. Давайте мы wstannem vor Gott und einfach sagen diese Worte des Glaubens. Duh Святой, wir благодарieren dich für deine Lehre. Wir благодарieren dich, dass du открывst das Wort öffnest, das geschrieben wurde. Und heute möchten wir dem Wort gehörsam sein. Und deshalb ich heute im Glauben die Heilung in meinem Körper auf, für die du gelitten hast. Du hast für meine gelitten, gelitten, gelitten. Во имя Твоего, Иисус Христос. И во имя Твоего я буду делать то, что я до сих пор не мог делать. Аминь. Аминь, родные. Берите это слово верой. Если вы это сказали сейчас, то берите это слово верой. Пробуйте на этой неделе это повторять, делать то, что вы до сих пор не могли делать. И провозглашайте это слово. Я свободен. Я исцелен. Я благословлен. И проверяйте. Я хочу видеть чудеса, родные. Павел хвалился чудесами, я хочу видеть, я верю, я буду видеть.